всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас распаковочка заказа фаберлик по первому каталогу здесь мы применяли свои купоны и думали куда же их потратить я практически все что у меня сейчас заказе взяла по купонам давайте начнем с линеечки варю я взяла так что это у нас насыщенный питательный крем для лица все-таки на улице зима и хочется немного больше питания для кожи вот так выглядит коробочка артикул его 01 55 сейчас посмотрим что он из себя представляет коробка не фольги как бы просто вот так как было баночка сроки годности 26 10 изготовлен хорошие сроки годности здесь 50 миллилитров баночка пластиковая и сама сам крем у нас зафольгирован вот таким образом сейчас откроем с вами и посмотрим очень соскучилась по питательным кремом прям вот не хватает вот так выглядит в баночке сам крем пахнет на что-то похоже кстати а ну они все похожи варю у меня есть сыворотка зеленая вот на нее и похоже так смотрите по консистенции сейчас с вами попробуем я уже чувствую что такая жирненькая главное чтобы не оставляла жирной пленки да и липкости но и пор не сбивала само собой прям такой вот густой плотненький для сухой кожи мне кажется вообще да и для любой на ночь запах приятный на самом деле какой-то такой сладенько цветочность смотрите вот прошло буквально несколько секунд и крем практически впитался нет никакого блеска нет никакой липкости ну и в принципе все нормально кожа напитанная такая влажненькая признаете захотелось его на все ручки нанести буду тестировать на лице расскажу вам потом обязательно в инстаграм если еще не подписаны проходите ссылка всегда внизу там по отдельности каждый продукт и стира расскажу сбивает ли поры потому что жирные крема у нас этим грешат ну вообще класс нет очень питательный крем на самом деле прям вот руки у меня такие стали напитаны именно напитаны они просто легкое увлажнение так что имеет место быть будем тестировать дальше давайте теперь посмотрим крем для век вот так он выглядит в коробочке маленький такой маленький артикул его 0 160 и здесь у нас 15 миллилитров но для крема для век в принципе достаточно хороший объем такая же пластиковая баночка симпатичненькая уже настолько напитала свои руки что они скользят по банке тяжело на самом деле ее сдвинуть с места так здесь тоже история зафольгирована полностью до маленькую баночку открывать гораздо сложнее чем большую свершилась аромат кстати такой же как у предыдущего крема все очень они схожи и сейчас посмотрим по текстуре она должна быть по логике более легкая потому что веке утяжелять не рекомендуется до пахнет абсолютно также но вы знаете это не гель это тоже такой довольно плотненький крем довольно плотненький то есть не такой вот как господи блум что у нас еще про лексир я пробовала крем для век еще какой то они прям вот как-то вода водой нет это довольно плотная субстанция которая мне кажется будет ощущаться на веках как она себя на них поведет я вам расскажу тоже обязательно попозже вообще мне в принципе нравится я люблю такие консистенции довольно питательные и последний продукт у нас из этой линейки это варен я взяла на этот раз номер один это у нас сияние у меня есть увлажнение так лифтинг а это по-моему двоечка зелененький он классный он реально классный очень понравился так артикул 01 64 здесь тоже 15 миллилитров и посмотрим что из себя представляет сияние упаковочка кстати вот здесь вот скотчем заклеена такой полосочкой вот самый лексик он у нас уже оранжевого цвета потому что бутылочки стеклянные у нас они прозрачные попробуем что он из себя представляет так по аромату тоже пахнет абсолютно также как и крема сейчас посмотрим по консистенции но он должен быть мне кажется пожирнее чем аква лифтинг распределяется хорошо не масляная основа нет я думала что будет масляной нет не масляная основа нормально распределяется практически сразу впитывается вот аква лифтинг у меня он впитывается вообще моментально вот сразу вот наносишь надо быстрее капнешь и сразу быстро быстро распределять потому что иначе не успеешь и тебе не хватит там на какую-то часть лица да прям он очень быстро впитывается Ну и здесь быстро, никакой жирной пленочки и липкости не оставляет. Сияет кожа, да, но она и так сияет. Давайте на другом месте попробуем, на каком-нибудь, потому что здесь и так кремов достаточно. Так, вот, где капля? Распределяем. Ну, вы знаете, нет, как водичка, ничего не видно. Вот, ни пленочки, ничего, ни масляной впитывается, и все, никакого блеска, жирного ничего не оставляет. Присутствует, да, какой-то элемент сияния на самом деле. То есть, не знаю, это не светоотражающие частички, хотя, может быть, и они. Похож, очень похож, потому что есть какой-то прям вот перелив небольшой такой в этом месте. Может быть, там и светоотражающие частички, потому что есть легкое такое мерцание. Ну, слушайте, здорово. Этот продукт тоже имеет место быть, как бы буду дальше тестировать, пока довольна. Так, из декоративочки у меня подруга попросила полуматовую губную овацию лиловый твит, которую я обожаю. И знаю, что любите вы, потому что часто спрашиваете, что у меня на губах. Ее артикул 430-32. Она у меня есть, поэтому я вам сейчас делаю сводчик. Вот так она выглядит. Здесь у нас зеркальце. Вот артикул 430-32. И делаем сводчик. Она очень классно смотрится на губах при другом свете. Вот, девчонки. Ее настоящий цвет, так скажем. Он слегка уходит в лиловый, в такой, в сиреневый. На губах она смотрится просто потрясающе. Вот она в стике. Я ее активно пользую, поэтому у меня ее, в принципе, осталось мало. Классная помада. И у меня она сейчас на губах, правда, смешана с карандашом. Поэтому не совсем такой точный цвет. А так, камера вот слегка розовит. На сводчике я вам показывала другой камерой. Вот там вот так. Действительно, цветопередача классная. Я обожаю эту помаду за ее текстуру. Она кремовая и создает такой полуматовый финиш на ваших губах. То есть, действительно, она и не с жирной, и не с шиммером, и не с блеском. Она такая вот то, что надо, на самом деле, и для зимы, и для весны, и для лета. Безумно приятно носить ее на губах. Она сходит довольно медленно и плавно, оставляя на губах легкий оттенок. Никакого там контура, да, не съедается изнутри. Все нормально. И по стойкости она средняя, и губы она не сушит. В общем, это одна из моих любимых помад на данное время. Два дезодорана у меня в заказе закончились. Решила взять два, потому что была акция при покупке двух, действует скидка. Первый у нас комфорт льна. Я, кстати, беру его впервые, даже не знаю, как пахнет. Артикул 2353. А второй морская свежесть 2351. Я много раз вам про них говорила, что да, не 48 часов, хотя, смотрите, только свежесть морская 48. Комфорт льна у нас всего 24. Но 24 часа мне вполне хватает. Они без спирта, они идут запечатанные. Сейчас мы с вами понюхаем. Порвать проще. Как пахнет этот комфорт льна. Ой, класс. Он у меня будет в любимчиках однозначно в этой линейке. Такой нежный аромат. И действительно льна. Вот знаете, когда бывает стиральный порошок или кондиционер с ароматом льна. Вот что-то похожее. Свеженькая, классная, аромат нравится. Больше, чем морская свежесть, кстати. Поэтому беру их постоянно, в принципе, и буду брать. Следующая моя постоянная покупочка – это детские зубные пасты. Тоже была акция. При покупке двух действовала желтая цена. Первая – это техно-кидс 6+, груша. И вторая – это кошка манго. Она безумно вкусная, тоже 6+. Артикул 24-42 – манго. И артикул 23-59 – груша. Мне нравятся эти пасты. Я чистила ими зубы сама. Очень нравятся. Прекрасно справляются с налетом. А на детских зубах и на взрослых тоже. Зубки беленькие, зубки чистенькие. Все замечательно. Никаких нареканий. Пасты приходят зафольгированные. И мне лично больше всего нравится именно эта кошка манго. Вот видите, все запечатленные. Пока распечатывать не буду, потому что еще есть одна в использовании. Всегда беру про запас, когда есть акции, две как минимум. Манго, прям вот манго-манго. Самая вкусная. Она и цвета такого, да, персиково-оранжевого. Классные пасты, которыми я лично вот довольна на все. Еще одна постоянная покупка. Бальзам для стоп «Гладкие пяточки». Он был в этом каталоге по акции. Это у нас серия «Эксперт фарма-космецевтика». Артикул его 1661. Я очень его люблю. Тоже всегда должен быть в запасе. Уход за своими ногами, стопами не представляю уже без него. Намазал все и красоткой. Просто супер. Нахваливаю его постоянно уже тысячу раз. Он потрясающий. Действительно потрясающий. Спасает вас от натоптышей. Размягчает ваши ножки. Никакой сухости, стянутости, ничего. Он просто вот супер. Мусс для интимной гигиены из этой же линейки «Космецевтика». Гипоаллергенный. Я пользовалась, неоднократно брала уже средства гелевые, да, для интимной гигиены. Это у нас в формате мусса. Это довольно жидкая такая, я бы сказала, водичка, да. И содержит молочную кислоту вся эта линейка. Артикул его 2068. По-моему, он в этом каталоге идет по скидочке. Но я брала его по купону. Все равно потому, что куда-то надо их деть. Девчонки, надо ли нам его встряхивать? Способ применения нанесите. Нет, вроде не надо. Давайте попробуем. Мне интересно. Ой, правда, а выходит он муссом. Смотрите. Запах, кстати, не такой, как у геля. Он мне больше нравится. Здесь прям запах свежести, он есть. Смотрите, я вам сейчас покажу, что это водичка. А выходит он в формате мусса. Получается, у нас здесь такая помпа, которая эту водичку, эту водичку, да, видите, прозрачную, преобразует в мусс. Классно. Вообще удобный формат, да. Подошел вот так, нажал, потрясающе. 2068, если я вам не говорила артикул. Вот, видите, он прозрачный. Прозрачная такая водичка. Классно. Буду с удовольствием пользоваться, потому что эту линейку люблю. Она, мне кажется, универсальная и подходит всем. Два, девчонки, подводку. Первый раз в Фаберлике для глаз. Так, артикул ее где-где, я ее уже распечатала. Сейчас вы можете наблюдать у нее на глазах. Ну, и где артикул? 5567. Это стей-он линейка. Она была полностью запечатана в слюду. И вот эта вот вирочка была приклеена. Вы знаете, я пока в восторге. Вот она у меня сейчас на глазках. Не отпечатывается, никуда не размазывается, не растекается, легко наносится. Я сначала хотела взять подводку жидкое, ой, галактическое путешествие, по-моему, или что-то такое, черную тоже. Но посмотрела на рисуночек вот этого вот именно аппликатора, да, и мне показалось, что это будет крайне удобно. Длинный, вытянутый, мне больше нравится, когда они покороче. Сейчас я вам покажу, как она выглядит и как она рисует. Вот как выглядит сама подводка. Вот такой у нее удобный, скажем так, как фломастер, да, наконечник. Так, очень удобный. Так. Фокус. И вот так она рисует. Не сильно тонко, попыталась нарисовать вам совсем тонюсенькую полосочку, но не получилось. На глазах, в принципе, это выходит и получается. Сейчас проверим попозже ее на стойкость на руке. Ну, а пока прям нравится-нравится. Действительно классный продукт, удобный очень вот этот вот наконечник. Рисовать ровную стрелочку прям легко и в удовольствие. Очень давно хотела взять из линейки Фаберлик Эксперт, вот этот твой зелененький, да, очищающий мусс для лица с энзимами. Здесь, конечно, такая мизерная упаковочка. Здесь всего 75 миллилитров. И я знаю, что это хорошие продукты, которые содержат кислоты, которые необходимы нашей коже для хорошего, скажем так, очищения. И вот эта линейка вообще мне вся, что я оттуда пробовала, безумно нравится. В том числе пилинги, в том числе крема и так далее. Поэтому буду с удовольствием тестировать этот мусс, артикул его 12.19. И потом расскажу вам в пустых баночках, либо в инстаграме, как он работает. Можем с вами посмотреть, конечно, консистенцию. Так. Вот пенка, обычная пенка, да, беленькая. Запахом очень похоже на всю эту линейку. Легкая, такая косметическая отдушка. Вот у меня на пальце здесь есть подводка, да. Интересно, растворит он ее, этот мусс. Справится ли он с подводкой stay on? Да, сейчас заодно и затестим. Вот тру-тру. Вы знаете, нет. Он не стирает подводку stay on. Но, естественно, мы сначала используем мицеллярку, а потом только всякие пенки и муссы. Мне не терпится протестировать его уже на коже. Уверена, что останусь довольны. Еще одна покупочка, которую я повторяю. Краска для волос Эксперт. Оттенок 8.1. Это светлый блондин пепельный, но он на самом деле не такой, он гораздо темнее. Я не знаю, что у меня получится, если я покрашусь именно на этот цвет, да, который у меня сейчас есть. Ну, заодно и проверим. Так что ждите следующего видео. Обязательно следующее, последующее вам расскажу. Потому что многие девочки у меня в ВКонтакте, в Инстаграме спрашивали, а что будет, вот если я нанесу там такой-то оттенок краски на темные волосы, там туда-сюда. Я говорю, ну я, конечно, предварительно бы сделала смывку, осветлилась и так далее. Но в этот раз мне хочется вот сделать именно так почему-то. Поэтому, девчонки, проверим, насколько этот оттенок возьмет мои волосы. Посмотрим, что из этого получится. Продукт, который давно хотела попробовать, и здесь была возможность взять его по купону. Маска Детокс для лица с древесным углем из линейки Бьюти Лап. Артикул у нас ее, где найти, а нигде. А вот он, 0276. Первый раз беру эту маску, не знаю даже, чего от нее ожидать, но пока слышала только восторженные отзывы. Она у нас запечатана, зафольгирована, зафольгирована, заэксплюзирована. Сейчас мы с вами посмотрим, что она из себя представляет, хотя бы как выглядит, да. Очень интересно, как она поведет себя на лице. Ой, черненькая. Ну вот прям черная, черная-черная. Вот такая масочка. Надеюсь, хорошо будет очищать поры, справляется со своей задачей. Запаха практически никакого не имеет. Экспресс-уход для уставшей кожи. Здесь у нас есть и Детокс-комплекс, и на Вафтем. Глубоко очищают кожу и порвывают токсины. Будем смотреть, девчонки, будем проверять, действительно ли этот продукт такой классный, как его нахваливают. Впервые беру из линейки Фаберлик Эксперт для волос бальзам-флюид с маслом амола. Вы знаете, у меня есть эликсир из этой же линейки, он, в принципе, неплох по сравнению с другими подобными средствами для волос, несмываемыми. Да, он более или менее, но не скажу, что хороший. Мне кажется, он своих денег все равно не стоит. Убитые волосы он не восстановит. Артикул, кстати, флюида 89,67. Здесь 15 мл. Я не помню, где я его брала. По купону, не по купону, я уже, если честно, забыла. Вот такая малюсенькая упаковочка. И нам нужно наносить, здесь ничего не запечатано, кстати, этот флюид на кончике. Как он выглядит, девчонки. Это вот такая гелеобразная субстанция потекла, прозрачная. Запах приятный, еле уловимый. На руках как масло, да. Сейчас распределю по кончикам пальцев, по подушечкам и пройдусь по кончикам. Прямо такое, знаете, маслице-маслице. Интересно будет поизучать состав. Может, там одно репейное масло. Девчонки тоже хвалили. Здесь масло Амло у нас. И говорили, что прям вот крутое средство для убитых волос. На первом месте димитиканол какой-то. А где же у нас масло Амло в составе? Парфюм, бензил, салицилаты, фруктовый экстракт. Я не вижу масло Амло в составе, девчонки. Лимонен, линолул. Я вам сейчас покажу состав. Я не вижу там масло Амло. Но кончики поживее стали на ощупь. Вы знаете, они у меня пересушены. Так-то вот поживее. Лишь бы это опять не было очередным силиконовым средством, которое, знаете, нанесли на кончики. И сначала все нормально. А уже через несколько часов, тем более на следующий день, они у вас еще больше пересушены, чем были. Я надеюсь, что это не стой. Девчонки, вот смотрите состав. Я не вижу здесь масла Амло. Если вы видите, напишите в комментариях. Будут, девчонки, пользоваться. Посмотрим, что из этого выйдет. Обязательно потом вам расскажу. Так, следующий продукт, который я повторяю, я взяла по Фаберлик-клубу, девчонки. Это маска антиакне 2 в 1. Я вам уже тоже про нее рассказывала. Это глубокое очищение матирующий эксперт. Артикул ее 1669, здесь 100 миллилитров. И она крутая. Я сейчас пользуюсь пудрой из этой же линейки. Да, такая маленькая баночка показывала вам в прошлом заказе. Ссылочку на видео с прошлым заказом оставлю под видео. Девчонки, просили оставлять все полезные ссылки. Буду все вам оставлять внизу теперь обязательно. В прикрепленных сообщениях и в инфобоксе. Маска крутая. С пудрой ни в какое сравнение идет. Пудра не произвела на меня никакого, особенно такого, знаете, хорошего впечатления. Честно говоря, пудра и пудра. Она не так матирует, как эта маска. Она не скрывает и не стягивает поры, как эта маска. Ну, не знаю, мне не очень понравилось. А вот от этого средства я в восторге просто, девчонки. Вот нанесла как маску минут на 20, потом смыла. И все поры в Т-зоне, они все стянуты, они все чисты. Их практически незаметно. Потрясающее средство. Я аналоговое, вот именно по действию с порами, больше не встречала такого. Поэтому, конечно, когда увидела в Фаберлик-клубе, взяла себе за 1 рубль. Средство идет запечатанное. Выглядит как белая молочного цвета глина. Выдавливается из тубы тяжело, разносится тяжело, смывается тяжело. Но все эти недостатки перекрываются потрясающими свойствами этого продукта. Вот так она выглядит, эта маска. Ее можно применять и как умывашку на ежедневной основе, у кого проблемная кожа, да. Я наношу ее таким плотненьким слоем. Она не высыхает в корку на вашем лице, не стягивает его, не пересушивает ни в коем случае. Она так и остается такой кремообразной, тягучей вот субстанцией на вашем лице, которую потом действительно довольно тяжело смыть, но это того стоит. Поэтому у кого проблемная кожа, и кто хочет немножечко поработать над своими порами, советую присмотреться. Последний продукт, который покажу вам в своем заказе, девочки просили протестировать крем для век, крем-гель Викенд. Это новиночка, артикул 0113. Я вообще линейку Викенд очень люблю, поэтому с удовольствием протестирую и оставлю вам свой отзыв. Пузыречек 15 миллилитров, устранит последствия стресса. Ну, в общем, как и вся линейка Викенд. Сейчас на другую руку нанесем. Прозрачный гель. Пахнет так же, как и вся линейка Викенд с свежестью такой цветочной. Вот он он. При разнесении превращается сразу практически в водичку. Это не такой плотный продукт, как Варио. Сразу по ощущениям могу сказать. Это действительно гель. Но пахнет серией Викенд вообще супер, конечно. Но он, вы знаете, довольно жирненький. То есть, вот блеск от него на руке виден. Он довольно такой жирненький. Не водичка. Вот он уже начинает впитываться. И кожа уже не блестит. Впитался все. Липкости никакой нет. Неприятных ощущений нет. Кожа выглядит, вы знаете, разглаженной. Посмотрим, как он будет работать на веках. Безумно интересно, конечно, его протестировать. И обязательно напишу в ближайшем будущем свой отзыв вам в инстаграм. Конечно, в моем заказе был следующий, второй каталог. Девчонки, и первым делом меня заинтересовала именно вот эта акция. Я не знаю, как вы, а я, скорее всего, буду регистрироваться. И на тысячу рублей наберу себе чего-нибудь интересного. Еще получу свою любимую тушь в подарок. Она у меня сейчас в использовании. Обалденные, шикарные реснички она делает на моих глазах. Я ее обожаю. Поэтому почему бы нет воспользоваться этой акцией, да? Поэтому буду регистрироваться, скорее всего. Ну, а кто еще не зарегистрирован и хочет это сделать, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, покупайте, задавайте вопросы. С радостью на все отвечу. Ну, и на этом все. Люблю, целую, всем пока, до следующих видео. Пока.